Сменить профессию, найти работу с достойной зарплатой и обрести уверенность в завтрашнем дне. В Мариуполе, где официально зарегистрировано 3,5 тысячи безработных, прошла ярмарка вакансий. Какие предложения рассматривали соискатели, расскажет Елена Уланова. На ярмарке в Мариупольском центре занятости не протолкнуться. Соискателям предлагают около 450 вакансий. Востребование, скажу однозначно, как и всегда, в основном это рабочие кадры. Но больше всего требуется сегодня у нас это и слесарь электрики, слесарь по сборке металлоконструкции. Трудоустройство предлагают представители малого и среднего бизнеса, а также порядка 30 крупных компаний. Среди них ДТЭК Донецкоблэнерго, один из крупнейших энергобизнесов страны. На ярмарке энергокомпания ищет людей, которые хотят работать, совершенствоваться, быть в курсе последних инноваций. Взамен энергетики гарантируют достойный уровень оплаты труда, официальное трудоустройство и полный соцпакет, а также все условия для карьерного роста и развития своих сотрудников. Предлагают предприятия ряд вакансий как рабочих профессий, так и технических специалистов, линейных руководителей. Сегодня компания нуждается в профессионалах, в своего дела энергетиках, которые готовы брать на себя ответственность за решение сложных задач. Энергокомпания делает все возможное, чтобы улучшать квалификацию сотрудников. Постоянно проводится обучение. При этом под каждого кадрового резервиста программа формируется индивидуально, рассказывают энергетики. Для этого существует целый корпоративный институт Академия ДТЭК. Развиваться под руководством энергетиков планирует и Олег. Он электрослесарь по ремонту оборудования в компании ДТЭК с 2012 года. Говорит, менять профессию и место работы не собирается. Для начала, чтобы выстроить карьеру, нужно получить высшее техническое образование. Поэтому, когда закончу, получу диплом о высшем техническом образовании, тогда можно и выстраивать карьеру. Дмитрий заполняет анкету на перспективу, поинтересующей его вакансии. Ранее он уже работал в компании ДТЭК, но был вынужден уйти. Коллектив энергетиков вспоминает с теплом. Стабильная компания, отличный коллектив, но просто сложились обстоятельства, что пришлось покинуть. Поэтому, если появится возможность вернуться, я буду с радостью это сделать. Как показала сегодняшняя активность работодателей на ярмарке, работы на рынке труда много и предложения разнообразны. От небольшого предприятия до крупнейшего в стране энергобизнеса. Остается дело за готовностью самого человека найти свою профессию и быть востребованным. Елена Уланова, Артем Коробецкий, Телеканал Донбасс.